Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ровно сто лет назад произошло событие, которое, как любят выражаться политики и журналисты, изменило мир. Октябрьская революция. Но даже сейчас, спустя сто лет, мы не можем точно сказать, в какую сторону мир изменился. В сторону всеобщего равенства и социальной справедливости или в сторону террора, агрессии и насилия. Что получили вершители революции, мы знаем, власть. А что получили те, ради кого все это затевалось? Об этом спорят до сих пор. И нас всех это касается. Поэтому мы пригласили в студию людей, которые смогли бы ответить на вопросы, что произошло в России сто лет назад. Дмитрий Владимирович Подольский, журналист, редактор городской газеты «Выбор». Владимир Борисович Никитин, координатор Либерально-демократической партии России в городе Артемий, ЛДПР. Виктор Иванович Наврось, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. И Владимир Владеленович Вараксин, первый секретарь Артемовского городского комитета ВЛКСМ в 90-е годы прошлого века. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. В программе партии КПСС, я имею в виду, было записано построение социально справедливого общества на территории Советского Союза, то есть коммунизма. Почему не получилось? Получилось многое. Но на каком-то историческом промежутке времени от тех принципов, которые были провозглашены в этих самых основополагающих документах, программе и уставе, верхушка КПСС отошла от этих принципов. Она предала партию и предала советский народ, в результате чего наше могучее государство развалилось. Конечно, не без участия внешних сил. А может быть, история нам показала, что коммунистическая идеология не жизнеспособна? Ничего подобного. История показывает и сегодня, каждый день, что коммунистическая идеология наиболее жизнеспособна и наиболее действенна. Пример Китая рядом, пример Вьетнама. Куба до сих пор держится и, несмотря на соседство с Соединенными Штатами, продолжает строить советское общество. Ряд еще социалистический, ряд еще стран таких, как Венесуэла, скажем. Некоторые капиталистические страны, молча взяв принципы социализма, строят социализм. Капиталистические страны усвоили урок социалистической революции в России. В первую очередь. На вооружение, основные его завоевания. А почему же у нас, я повторяю вопрос, почему же у нас не получилось? Почему они смогли, а мы нет? У нас были все предпосылки для этого. Мы опережали капитализм и очень сильно его опережали. Потому как именно в то время человек всегда чувствовал себя защищенным. Но я не буду перечислять эти банальности. То есть любой знал, что ребенок пойдет в детский сад, пойдет в школу, отучится в институте, у него будет рабочее место, он его получит, он получит жилье. То есть социальная защита. Человеку было куда идти. Человеку был правком, партком, горком комсомола. И на его все чаяния обязательно ответили бы. Ну чем не может у нас похвастаться капитализм? Капитализм взял одним. Он, учитывая итоги совершившейся революции в России, понял, что рабочему классу надо платить такую зарплату, чтобы он не вздумал выходить на улицу. Что такое революция вообще для общества, которая вот где-то застоялась, и ему нужны какие-то перемены? Революция – это, будем так вот литературным языком говорить, это очищающее пламя, это грозовой разряд. После грозы дышится легко, озоном, хорошо, но человек не может жить постоянно в грозе. А нас учили, что революция – это смена социально-экономической формации. Социально-экономической формации, да. Это все. Да, ну вот так вот нас учили. Да, вот мы из одной экономической формации перешли в другую экономическую формацию. Я вспоминаю великого, будем говорить еще, современного русского писателя Валентина Распутина, который очень часто читал лекции за рубежом. И вот как-то, выехав в Великобританию, значит, он прочитал лекции, ему был назначен гонорар на эту тему, а на завтра ему улетать в Москву. Ну и сотрудник посольства, который ему организовал эти лекции, говорит, так и так, давайте мы вам, значит, гонорар быстренько нужно потратить, значит, что-то привезти домой. Говорит, да я не знаю, на что потратить. Мне вроде бы как ничего и не нужно. Он говорит, ну, давай с другой стороны поставим вопрос. А что у вас есть? Да ничего нет. Я к тому, что у нас было определенное общество потребления. Ну, сколько мне было? 25-30 лет? Я думаю, вот как замечательно мы живем в советской стране. Как здорово. У меня вот все впереди буквально, да? Ну, как раз в 90-е годы начало все переоткрываться, различные телевизионные диалоги. И мы увидели, как живут другие люди. И не главное здесь была какая-то идеологическая подоплека, а просто были определенные жизненные ценности. Ну, давайте все-таки вспомним, что основное противоречие, развитие цивилизации заключалось в противоречии между трудом и капиталом. И Маркс, Энгельс, и другие последователи, и более ранее предшественники, это все теоретически обосновали. И сделали массу своих работ, в которых они описали переход от одной формации капитализма к другой, к социализму. Поэтому, естественно, большевики во главе с Лениным, они взяли эту теорию и попытались ее, и, кстати, сделали, они ее реализовали в нашей стране. Виктор Иванович, вот сегодняшняя ситуация подчеркивает все ошибки вашего Карла Макса и Энгельса о социализме. Наш социализм, он пришел к чему? Он накрылся флотским одеялом. Сейчас у нас как бы капиталистическое общество, которое не несет на самом деле на сегодняшний день ничего особо хорошего. Да, при социализме были свои определенные прелести. Вот вы тут сейчас всех хвалите, ой, я там детский сад, школа, квартира. Ничего этого на самом деле не было. Да, были и машины, были и квартиры. Но чтобы ребенка в детский сад записать, вы, наверное, позабыли, просто мы будем молодые. Я своего ребенка записывал два года в детский сад. Очередь на квартиру, можно было ждать ее 15 лет. Машины только избранным. Виктор Иванович, вы сейчас говорите, прям такие золотые годы. Послушайте меня. Я вас слушал, теперь я скажу два слова буквально. Были прелести, бесспорно. Но вот этот вот принцип построения, вот вы говорите, Китай, как в Китае хорошо. Да, коммуническая партия, она там мудрая коммуническая партия. Они там капитализм, между прочим, возглавили и ведут его правильным путем. От этого страна богатеет, собираются налоги, строятся. Далеко ходить не надо. Вот вам, пожалуйста, пограничный, вот вам свой фунхэ. Это два мира, небо и земля. Что? Вы хотите сказать, что вы туда отвезли деньги? Ну и где вы капитализм в нашей стране уже 27 лет. Что за 27 лет нельзя? Мы 70 лет строили советскую власть и ее угробили. Что за 27 лет капиталисты не могут построить переходы пограничные? Стыдно смотреть, что на Хасане... Да при чем здесь капиталисты? А кто? Это государство у них строит, а не капиталисты. Ну стыдно смотреть. У нас те капиталисты, которые денежки собирают, они их собирают без себя. Китай тоже. Ни счета, безработица. Китай – полтора миллиарда населения. Ими очень сложно, между прочим, руководить. А в нашей стране худо-бедно можно было построить какие-то нормальные условия. А сейчас у нас про квартиру можно вообще не мечтать. С детскими садами как-то более-менее. Ладно, я согласен. И не будете мечтать при этой системе? Вот тысяча дольщиков остались без кожи. Уважаемые друзья, скажите... Законный у нас не важно. Ответьте мне на тот вопрос, который я задал в самом начале нашей программы. Почему рухнул Советский Союз? Почему идея коммунизма не прижилась в России? Ну если сами коммунисты развалили все это. Возьмите, к примеру, Горбачева. Коммунисты сами поняли, что они находятся... Да ничего они не поняли, коммунисты. Коммунизм – дольщиковая ветвь развития общества. Они захотели так-то сладенького. Ничего подобного. Возьмите, к примеру, Ельцина. Кто ему мешал, простите, нас нормальное общество построить? Он же с испугу побежал быстренько к Клинтону. Скорее поцеловал его, извините, чтобы тот ему помощь оказал. А Америкосы тут же... Возьмите в Россию в полуколонию. Да, и все. И все превратил в 90-е годы, из которых мы сейчас пытаемся... А началось с Горбачева, который всем золотые горы пообещал, целовался там с Рейганом, да... Давайте оставим персоналии покоя. Хорошо, Александр Иванович, вы говорите, социализм, коммунизм не выдержал там конкуренции, да, развалился. Давайте немножечко вот все-таки оценивать историю, реально оценивать. После 20-х годов были гигантские темпы роста, и наша страна... А за счет чего, Виктор Иванович? За счет чего? За счет того, что была предложена новая модель строительства нового государства. И ведь Отечественная война, или точнее Вторая мировая, она ведь началась тоже не просто так. Ведь это же тоже была одной из причин, чтобы остановить эту страну, задавить ее, чтобы не было вот этой страны, которая предложила вот такие темпы. Но тем не менее, мы-то победили, наша страна, наши отцы, деды победили. Далее мы были вынуждены, я продолжу просто свою мысль, после войны, посмотрите, 45-й год, американцы тут же атомные бомбы бросают на Японию, устрашая нас прежде всего. Мы были вынуждены тратить гигантские средства на вооружение, прежде всего на строительство инфраструктуры, на строительство заводов и так далее. И, конечно, на каком-то этапе просто потребление и насущные нужды людей немножечко отошли на второй план. Если бы просто сделали небольшую корректировку в 80-е годы, вместо вот этого вот американского плана перестройка, так сказать, реформы и ликвидации, которую они очень успешно практически решили, если бы начали просто производить большее количество предметов потребления, нашему народу не надо было разваливать никакой Советский Союз. Вспомните, когда был референдум в 90-м году, в марте месяце, более 80% сказали мы за сохранение Советского Союза. Но верхушка, еще раз говорю, продажная верхушка, сейчас об этом открыто говорят. Вы напомните, о чем мы говорили в самом начале нашей программы. Так что же мы построили? Общество всеобщего равенства или государство террора и насилия? Какой террор? О чем вы говорите? Какой террор? Виктор Иванович, вы только что сказали... В 70-е годы мы не знаем, что такое слово террор. В прошлом веке был небывалый экономический подъем в нашей стране. Я задал вопрос, а за счет чего? За счет того, что... За счет бесплатной рабочей силы. Факторов было очень много. Во-первых, сколько было заключенных? 20 миллионов сидел. Вот. Вот. Это не террор, это не насилие. Какие 20 миллионов? Дело в том, что еще помимо этого, все-таки, идеологическое воспитание играло большую роль. Вы посмотрите, вот это самое, и тот же Комсомольск, да. Ну, там была половина зэков, половина комсомольцев. Они все-таки строили. Была идея, и эта идея была хорошая. То есть, люди все равно с этой идеей шли, совершали какие-то подвиги. И строили города, и там, и, не знаю, реки перекрывали. Все это было бесспорно. Но система угнетения существовала, существовала. И за счет этого, конечно, действительно, бесплатная рабочая сила, на ней можно было выезжать. Это однозначно. Но я не об этом хотел сказать. Я вспоминаю свою бабушку. Она прожила 93 года, из них всю сознательную жизнь при советской власти. Она коммунистов до громовой доски ненавидела. Ее три раза раскулачивали. Не надо мне показывать это. Ее три раза раскулачивали. Кто нам мешал? Вот обратите внимание, после войны страны СЭФ. Польша, ГДР, Болгария, там, это самое. Румыния, Венгрия, Югуславия. У них существовали частные пошивочные, частные парикмахерские. Все помнят эти глобусы, да, эти самые? Это были польские болгарские кооперативы. Там сроду колхозов не было. Там было все частное. Они завалили весь Советский Союз этой ерундой своей. Кто нам мешал? У нас джинсы пошил. Все. Цеховик 15 лет. Ну, о какой мы тут экономике могли говорить? Я работал на заводе «Изумруд». Мы выпускали военную технику. Я не договорил. Вот такая пачка документов на этот прибор. И вот такая же пачка на мыльницу. И чтобы ее утвердить, в Москву возили рыбу, красную икру. И замазывали там всех. Какая может быть экономика? Это в развитии того, что я сказал. Вот именно вот это вот. И оно было одной из причин развала. Они же были сами, наверное, сами. Тоже не думал коммунистам навести порядок в собственной стране. Да, они боялись. Я же не могу сейчас ответить за них. Вот, кстати. Хорошо. Тогда я задам вам всем очень простой вопрос. Один маленькая реплика одна. Вот 20-е-е-е-е-е-е годы, ну, скажем, сталинская экономика. Ведь в нашей стране было там, по-моему, до 10%. Ведь частной-то собственности. И работали и артели, и разного рода заготовительные организации, и прочие соказывающие услуги. Но Хрущев-то, так сказать, это все изменил. В том числе. Резко. И вот с той поры начался медленный развал этого Советского Союза. Ведь он не развалился в 91-м году. Он начал разваливаться в 1956-м. Со знаменитого 20-го съезда КПСС. Один единственный вопрос. Хотели бы вы сейчас, чтобы вернулись в советские времена? И все было так, как было в 70-х, 80-х годах. Так, как вы жили, получали детские сады, квартиры. Вот мы всегда сравниваем. Понимаете, когда развивается общество, говорят так. Вот у нас сейчас айфоны, компьютеры и так далее. Если бы был Советский Союз, мы бы гораздо лучше жили. Это развитие, оно идет по всему земному шару. Примерно параллельно. И если говорить о материальном, мы бы все это имели. Но мы не имеем того, что мы имели в плане общечеловеческих ценностей. Таких, как доверие, честность. Отсутствие, знаете, вот таких вот черных сторон нашей жизни. Вот этой нищеты и так далее. Вот и я, если говорить об этом, я с удовольствием бы сейчас вот в это общество назад вернулся. Мне кажется, сейчас у нас страна, где предоставлены ресурсы для развития. Нужно только, сообразуясь с прошлым опытом, все это дело грамотно направить. Наша страна, российское государство, очень большая. Она всегда была лакомым кусочком для различных врагов. Слева, справа, с запада, с востока, с юга особенно. Вот. И всегда, значит, вот, как говорится, развитие нашего российского государства, это была история войн. Войн за земли, за недра, за рынки сбыта и тому подобное. Именно поэтому Россия, российское государство, Советский Союз и вот сейчас мы всегда имеем какие-то вот такие атаки. Только с севера не имеем, потому что с севера у нас море. Вот и все. Значит, я бы, честно говоря, сказал бы так. Жизнь идет и на пути эволюционного развития жизни никто из нас не может стоять. Я не хотел бы вернуться бы в те годы. Да, было, наверное, хорошо, потому что мы были молодые. Мы верили в какие-то цели. Это был единственный плюс. Это был огромный плюс. Это был очень сильный плюс. Да, это самое. Но на самом деле, на сегодняшний день прогресс движется. Его не остановить. Есть очень много хороших вещей, которые сейчас у нас в стране происходят. И их не хотелось бы менять. Хочется сделать как-то больше упор на то, чтобы люди больше уважали друг друга. И когда это все придет, может быть, у нас что-то и поменяется на самом деле. Потому что настолько у нас сейчас разобщенное общество, действуя по принципу Римской империи, разделяя властву. И у нас то же самое творится и здесь. Сейчас ведь огромное количество того, что было построено, оно даже не ремонтируется. С него высасывается все, что можно, и все. Потому что у нас сейчас все строится только за деньги. Но в социализм вернуться вы не хотели бы? Нет, я бы не хотел. Потому что это уже прошло. Чего его возвращать? Чего теребить? А потом в этом социализме, я уже сказал, не все было. Человек всегда стремится туда, где ему лучше. Я не могу вернуть свои годы. То же самое и с социализмом. Наша многострадальная страна постоянно кидается из крайности в крайность. Так было в 1917 году, когда резко изменили общественно-политический строй в ней. И сказали, что теперь вот командуют эти, а не вот эти. Вот эти враги, а эти друзья, эти пролетариат главные, крестьянство главное. Потом этот строй продержался не больше как 80 лет. Опять этот строй сменили. Понимаете, когда за жизнь одного отдельно взятого человека в стране несколько раз меняются идейные и политические взгляды, и самое главное экономическая модель, ну то есть это ненормально. Поэтому вернуться в социализм, не вернуться. Вот мы не знали бы, что есть капитализм, да, открытый. Нам бы там было хорошо. Теперь мы узнали, что есть капитализм. Мы в нем видим какие-то более привлекательные черты, может быть, для развития. А может быть, мы себя успокаиваем, что здесь в капитализме лучше, чем в социализме. То есть я о чем хотел сказать. Нельзя постоянно человека на протяжении его жизни постоянно ставить перед каким-то выбором. То есть ты куда? Ты назад или ты вперед? Вот. И там было хорошо, и здесь вроде бы неплохо. Ну, то есть это и нашей стране давно пора избавиться вот от этих замашек. Постоянно что-то менять и менять в корне. И хуже всего, если это все начинает меняться, ломая людей, проливая кровь и так далее и тому подобное. Любые революции, хоть цветные, хоть революции с винтовкой в руках, они все плохие. Поэтому на вопрос, куда вернуться, я ответить не могу. Прежде всего страдает рядовой обыватель. Вот и все. Конечно же, никакого возврата, о котором часто говорят, быть не может. Это невозможно в принципе. Но самое главное, что мы должны все уяснить, это мы должны извлечь уроки из той истории, которая у нас была в 20 веке и вот уже в части 21 века. Мы должны все очень хорошо понять, что же приводит к тем самым революциям и к тем самым тектоническим сдвигам в обществе. Если наше общество будет и дальше, вот сейчас развиваться по пути, когда концентрируется громадный капитал у небольшой кучки и оставшаяся вся максимальная часть населения все беднеет и беднеет, это неизбежно опять приведет к революции. В истории везде так было. Вы сейчас к чему призываете? Я призываю к тому, что и власти, и народу нам нужно мирным путем спокойно посмотреть, куда же мы движемся. И очень здорово скорректировать движение нашего общества. Не по пути вот этой оголтелой, какой-то, значит, я не знаю, какого-то капитализма такого вообще дикого, а по пути в строительство нормального общества, нормального, справедливого. А ваш голос услышат? Вот отмечали мы столетие Октябрьской революции, на митинг пришло два десятка коммунистов. Ваш голос? Ну я отмечу Слава Маяковского, единица ноль, единица вздор. Голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Разве жена, и то если не на базаре, а близко. Ну если в партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг. Так вот, если вот те самые обездоленные, их станет все больше и больше, они когда-то сгрудятся, если их будут продолжать загонять вот в это вот скотское существование. Наше будущее на пути построения справедливого общества, справедливого для всех. Мы сейчас здесь с вами собрались для того, чтобы поговорить о том, что это было, благо или вред. Великая Октябрь – это не благо, не вред, а это объективность. А получилось так, что через сто лет после революции, которая изменила ход всей мировой истории, мы пришли к тому, что нас снова эксплуатирует небольшая кучка капиталов. Совершенно правда. За что боролись? А вы где-нибудь видели в каком-то государстве, что было как-то по-иному? А? Соединенных Штатах. Это мне только что приводили примеры. Швеция, Франция, Гитая, Куба. Разве там нет частной собственности на средства производства? Там она еще более… Была информация, в Швейцарии предложили каждому человеку выплачивать несколько тысяч франков ежемесячно, чтобы они не работали. Ну, Швейцарские франки. А это поработало? Мы не отказались, мы хотим работать. Виктор Иванович, это была просто такая же реклама. Я понимаю, но там нищих нет. Все, мы заканчиваем программу. Александр, я хотел добавить, что задавали первый вопрос, почему так получилось, почему сейчас так получается. Вот свой ответ, когда я кому-то говорю, меня начинают не понимать. Мне говорят, что ты философствуешь? Я говорю, потому что в стране нет настоящих патриотов. Понимаете? Сидеть под березкой… У нас патриотов очень много. Вот, вот, вот. Власти не настоящих патриотов. Нет, я не про этих патриотов, а про нормальных людей, которые действительно грамотные экономисты, которые предлагают свои программы. Но этих людей быстренько наша власть собрала в кучку и всех быстренько изолировала. И почему-то так было, что после Октябрьской революции, что после 90-х годов. Вот как бы вот этих патриотов, которые могут не под березой сидеть, а которые могут тихо, спокойно, внимательно выстраивать эту страну. Трудиться. Да, трудиться. Вот их как раз почему-то нет. При этом, Дима, начиная с собственного двора. Да, обязательно. Патриотизм – это тема нашей следующей программы. А мне кажется, что история любой страны, история любого государства – это история борьбы за деньги, борьбы за власть. А разменной монетой этой борьбы является как раз-таки простой народ. Такие, как мы с вами. Это была программа «А вас это касается». Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова